всем привет моим друзьям подписчикам ну и конечно гостям канала в этом видео хочу разыграть между зрителей подписчиков конечно стриптоцефала и хочу кое-что сказать о фильтрации аквариума скажем внешнего фильтра и фитофильтра из моего личного опыта чтобы скажем так хоть какая-то польза от этого видео было поэтому хочу небольшие сравнения сделать насчет двух методов фильтрации в аквариуме потом сходим наверно в огород посмотрим что я там сделал сразу скажу что там было артемию пришлось перезапустить по новой потому что тазик полностью зарос и артемия себя стала ну плохо чувствовать так сказать развиваться что ли плохо стало поэтому я взял и перезапустил продолжительность примерно две недели у меня будет опять артемия то что это ничего страшно и ну заглянем в бочку с давние что там происходит ну вот вот такие сегодня у нас планы посмотреть что будет в этом видео а сейчас наверно в первую очередь пойдем в подвал и посмотрим наглядно попробую как-то показать объяснить разницу двух фильтров как они работают внешнего и фитофильтра все идем в подвал ну вот мы и подвале хочу более как бы наглядно постараться показать разницу между двух фильтров которые я использую в этом аквариуме где сидят газ сидит галактика здесь использую фитофильтр и в другом аквариуме слева которую видите где сидят кили фишек там простой внешне и хочу просто сказать сделать небольшие сравнения в плюсах и в минусах этих двух фильтров в этом фильтре большой очень плюс что в этом аквариуме я за его время его существования один раз только сделал подмену воды аквариум стоит уже почти что год подмена воды было и только сделано для того потому что я сифонил грунт мне надо было просифонить грунт я заметил что там наверно перекормил как-то или чё-то над ним было много какашек и всего такого прочее поэтому за все это время на самом деле здесь только один раз было сделано подмена воды остальное время получается я где-то в неделю приблизительно доливаю литр может полтора литра воды в этот аквариум и все больше никаких подмен нету чтобы конечно понимали размер этого аквариума 25 литров скажем литр этому в принципе ничего ну работает идеально за счет фитофильтра за то что за того что эти растения могут вытягивать всю скажем хорошие были питательные вещества из воды ну и конечно всю грязь тоже тот аквариум слева который стоит где живут кили фиш он работает на простом внешнике и чем на последнее время получилось а у меня не было время я был как бы очень занят и получилось так что я почти что три недели в том аквариуме не делал подмену воды и долив воды тоже не происходил и все получается уже на второй неделе конце второй недели начинали начали появляться всякие нехорошие водоросли а если точно сказать такие вот как сине-зеленые да это уже бактериальные водоросли которые очень могут повредить рыбкам и это произошло из-за того что я не делал регулярно подмену воды кормление происходило дальше вода не освежалась и появилось такое пространство в аквариуме где водорослям стало встать стало очень удобно жить потому что для них было очень много питательных веществ вот получается в этом что получается в этом фитофильтре большой плюс что на такие частые подмены воды делать потому что растения помогают которые фитофильтре же стоят вытягивать всю эту грязь из аквариума из все это скушивать и не достается для водорослей на простом внешнике там только бактерии могут кушать то что фильтруется там нету других растений скажем которые могут еще вот этим нашим растениям помогать все это из аквариума вытягивать они не успевают и когда они не успевают вытягивать это все излишки получается что происходит такая вспышка роста водорослей теперь мое мой опыт скажу так вот этот фитофильтр его помыть не предстоит никакой возможности потому что вот эти вот растения сейчас попробую сверху показать там еще мог растет они все своими корнями там за обили короче весь керамзит скажем вся губка она все в корнях его невозможно промыть чтобы даже вот так как-то вытащить ополоснуть чтобы эту грязь как-то смыть даже вот эти губки которые сбоку фитофильтре стоят если их вытаскивать за это время один раз их вытаскивал и те растения которые до этого росли я им практически все корни повырывал потому что они вся губка была проросших корнями и не предстоит возможности практически вот этот фитофильтр как-то помыть его получается каждый раз захочете его помыть и придется запускать по новой можно как-то конечно поделить частично сделать но у меня он как бы весь вместе и растения короче стягивают его полностью внешне простой без проблем сами знаете как крайники закрыл отключил в тазик воды набрал все прополоскал обратно поставил фильтр работы здесь уже такого вам не удастся так что вы сами должны выбирать какой вы фильтр для своего аквариума например возьмете фитофильтр который придется когда-то полностью перезапускать полностью переделывать потому что все будет заплетено растениями и когда то придет тот момент что вода уже практически не будет через фильтрующий материал проходить и как вот он мог мой фильтр скажем принцип сделаны скоро получится так что моторчик просто будет уже лежать пункт полежать уже на сухом потому что уже вода у него не проходит потому что все затягивает так что выбирайте какой вам фильтр лучше здесь скажем на длительное время меньше ухода за аквариум за аквариумом но потом за один раз надо будет сделать очень много работы на том же аквариуме один раз в неделю работа скажем так и нету этого такого что потом надо много работы делать вот эти вот мои короче сравнение не знаю конечно вы можете свое мнение написать какой фильтр вас больше скажем как бы понравился что ли или как который фильтр вы больше любите какая фильтрация у вас так а теперь к интересным моментом я решил разыграть яйца стрептоцефалов субстракт у меня свой которых я своих стрептоцефалов разводил стрептоцефалов будем давайте говорить просто пресноводная артемия для меня так легче и сделаем так что под этим видео те именно люди которые хотят получить от меня яйца стрептоцефала сделаем так первых три человека которые напишут лучший комментарий и под которым комментариям будет больше пальцев вверх этим первым трем человеком я вышлю примерно по субстракту по чайной ложке этого вполне будет достаточно поверьте мне я уже сколько раз это делал запускал чайная ложка вам по-любому скажем на четыре раза примерно хватит запустить стрептоцефала хотя вам даже это не понадобится после того как вы первый раз стрептоцефала запустили просто дадите ему чтобы он от нерестился чтоб яйца от металл и у вас будет свой субстракт я как-то как-нибудь еще скажу как это потом сделать именно для тех людей кто скажем выиграет в этом конкурсе показать давайте покажу вот они эти яйца в этом песочке они находятся я уже много раз и запускал работают без проблем а вылупляется приличное количество стрептоцефала из этого субстракта человеку хочу сказать на улице они у меня получалось что они вылуплялись она на улице из-за того что ведь погода нестабильная температуры нестабильные у меня на самом деле на улице ни разу не получилось чтоб они выросли начали там видно было что у них яйца появляются что они метают яйца такого нету потому что на самом деле у нас я не знаю так все за климата наверно зависит у нас может днем быть 25 26 градусов до а ночью падает на 12 13 градусов и стрептоцефал с этим справиться не может артемия на улице простая живет соленоводная все нормально она с этим справляется дафни вообще пофигу а вот стрептоцефал он с этим не справляется и скажем так это стрептоцефал тут два сорта получается один бразильянский а другой то с таиланда они просто не предназначены как скажем они не могут в наших условиях так просто наверно жить хотя не знаю климатические условия у моих зрителей у всех разные везде не в разных местах живут может у кого-то и получится разводить их на улице на улице конечно больше можно как бы больше емкости взять или еще чего-то разводить все еще сейчас повторюсь а чего вам нужно вы пишите под комментарии под видео комментарий где говорите почему я должен именно вам выслать яйца стрептоцефала и зрители которые читают эти комментарии прошу тот комментарий который вам больше понравился под каждым комментарием который вам понравился ставьте палец вверх те трое человек которые наберут больше пальцев вверх под комментариям я тем людям тем зрителям и отправлю пакетики для развода стрептоцефала думаю на этом думаю все понятно мы как-то уже так разыгрывали давню эти вопросы будут подав не давние к сожалению еще пока нету так что можно было сразу и пакетик давным покласть ну дав не пока нету может быть потом позднее осенью будет давняя ну теперь пойдем на улицу посмотрим что у нас там происходит покажу вам перезапуск артемии и посмотрим сколько там дав не плавает все идем на улицу блин до улицы не дошел чуть не забыл вам показать вот так вот выглядит он сейчас фитофильтр сверху вот такая вот тут заросль вы еще должны учитывать скажем что растение такие бледноватые по нормальному вот этого света нету только вот этот свет который здесь а постоянно светится поэтому растение такие чуть бледноватые не очень хороший такой слабенький цвет у них и вот как фильтр фильтр сверху выглядит я туда еще забросил мог мухом тоже все это сверху затянуло он можете видеть вся губка все заросшие лучше и прочую вам и говорил вот этот получается весь блочок вот этот фильтр его нету никак не представляет никакой возможности как-то помыть если он сейчас он забьется где вот тут моторчик стоит моторчик уже вот видите краешек выглядывает если вода еще скажем на пол сантиметра ниже опустится все вода больше не будет движение воды больше не будет мотор будет работать холостую вот это вот единственное скажем единственный минус в этом фильтре что по-другому его не помыть что придется все это вытаскивать что все заплетено корнями ладно теперь точно идем на улицу добрались до улицы до огорода сейчас глянем он как видите с левой стороны тазик стоит его помыл полностью и сейчас артемия которая там есть она совсем мелкая для корма скажем для солнца не попадает если не видно они есть сюда поближе он камера настроилась а вот она это перезапустил и надеюсь что сейчас будет лучше работать и потому что до этого уже тазик был заросший до беспредельство что тут уже жить было вообще плохо пару рыбок висит сушится а вот она давняя хоть и марлю закрываю да ребят эти засранцы комарики все равно пытаются как как-то умудряется сюда залезть и и своих личинок по накладывать а потом эти чертики поедает не дав ним давайте вот так ушел видно было проведем посмотрим сколько здесь сколько зацепил просто один раз видели провел сейчас мы еще раз проведем и пойдем вот это все добро час а дадим альту мамы всем на всех рыбок сейчас поделю большинство конечно сейчас альту мам достанется другим там кили фишам и галактики конечно столько много не надо все друзья найдем семечек для альтумов по альтумам да вопросы какие то есть конечно с удовольствием отвечу сейчас все могу сказать все у них нормально развиваются растут все в другой угол сбежали также стал ну как вот их пятеро до сих пор также конечно жалко одного что ему поставим там терроризируют загоняют в угол но я хочу хочу еще сделать я хочу с правой стороны в углу корягу поменять поставить более-менее маленькую корягу чтобы больше было пространство вот сами смотрите правый угол тут а вообще скажем для альтумов место вообще плавать здесь нету в этом углу потому что там все ну папоротником заросшая коряга большая а нубиасы здоровые стоят так что надо туда маленькую корягу поставить эту большую корягу я туда в ближайшее время уберу вот так он как лопают конечно для них смешно давние маленькие ну ничего им это нравится еще между собой дерутся и он сомики как видите сейчас чуть поближе сделаешь лучше видно было ближе не дальше он советик как сомики там носится после последних икрометов сомиков я еще пока не не замечал чтобы появилась где-то какая-то мелочь может хорошо прячутся а может быть так что и после двух последних пометов никто и в живых не остался что их слопали не знаю может потом увижу но пока еще не замечал ну как то вот так вот а я хочу еще хочу сказать вот этот конкурс на счет света цифала будет продлигнуть скажем сделаем его на месяц что ли или давайте до конца августа давайте наверно до конца августа сегодня по моему одиннадцатое число нет сегодня двенадцатое число 12 августа сделаем так короче до конца августа в первых числах сентября скажем 1 2 сентября сделаю тогда подсчет и посмотрим кто победил и победителем отправлю яйца скрептоцефалу что-то еще хотел сказать все потом может еще и вспомнить у хотел сказать ну сейчас что-то в голову не приходит не знаю на самом деле уже надо делать это такой листик составляет писать какие темы чего хотел сказать что последнее время часто по такое получается хочешь видео больше сказать больше рассказать а потом раз даже такие очень интересные моменты как-то раз и пропускаешь не знаю так получается ладно надеюсь на сегодня все сказал что хотел надеюсь вам видео понравится и надеюсь что те подписчики которые хотят получить стептоцефала также будут палец вверх ставить под другими комментариями и посмотрим кто из вас троих скажем из вас зрители кто из вас попадет на первое второе третье место и получит от меня стептоцефала все ребят я уже забалтаться начинаю давайте пока спасибо за просмотр